Привет, я Аня и ты на канале о моих животных Magic Family И обычно пушистики сидят со мной, но сегодня я запущу их в эту комнату чуть позже Потому что они ее еще не видели Я сама, если честно, до сих пор в шоке, у меня дрожат руки, с чего бы начать Ты пока подписывайся на канал, если еще не подписан, чтобы не пропускать новые ролики А я 10 декабря была в Сочи на фан-встрече со своими Magic'ами И вручала настоящий платиновый именной кулон Кате Победительнице нашего конкурса с кормом-платином, который кушают мои собачки Встреча прошла очень круто и было очень много народу Я не ожидала, если честно, такого от Сочи Мы планировали посидеть в кафе, но вас было так много, что мы бы просто не уместились нигде И мы решили отправиться в парк Поэтому те, кто, к сожалению, опоздал на встречу, нас не нашли в кафе Но вы не расстраивайтесь, мы обязательно встретимся еще раз Особенный привет я хочу передать девочке Алисии, которая нас не нашла Но мечты сбываются, верь в это, и мы обязательно с тобой еще увидимся, Алисия А всем, кто пришел, ребята, огроменное спасибо Вы у меня самые лучшие, я вас так люблю 14 декабря у меня день рождения И вот, пока я была в Сочи на фан-встрече, мои близкие сделали мне мега сюрприз Кто не в курсе, я снимаю квартирку в небольшом городке рядом со строительством своего будущего дома И квартирки здесь так себе, поэтому мне постоянно приходилось, чтобы сделать комнату для съемок симпатичной То прикрывать пол, то некрасивые плинтуса, то снимать только в одном уголке комнаты И вот, мои близкие, пока меня не было, изменили эту комнату просто до неузнаваемости Это, наверное, самый большой подарок о дне рождения, который когда-либо был в моей жизни Ребят, а вам когда-нибудь делали какие-нибудь крутые сюрпризы и какие? Напишите в комментариях Здесь абсолютно все изменилось, поэтому сегодня будет рум-тур А также мы посмотрим реакцию моих питомцев на новое помещение и на всякие новогодние штучки, потому что мы будем все украшать А я, как всегда, по пути буду давать полезные советы И, кстати, если вы хотите видео новогодние лайфхаки, ставьте лайк этому ролику В самом углу комнаты за шкафом мне сделали вот такие, ребята, полочки для хранения Здесь пока еще ничего не организовано, но я все здесь сделаю И рядом с этим шкафом ребята повесили вот здесь вот такой карниз, на котором висит две шторы А за этими шторами дверь То есть теперь здесь как будто вообще нет двери Можно выбирать либо по балам эти шторы оставлять, либо только вот эту темную бархатную, либо бежевую А сейчас запустим в комнату, ребята, и я покажу все остальное Как вы видите, мне здесь сделали новый пол, то есть до заезда в наш будущий дом еще где-то полгода А все-таки хочется, чтобы было красиво, и теперь у нас здесь пол Ребята все ходят и обнюхивают Киска Алиска тоже там что-то заинтересовалась шторами, она нюхает их Видите, что она делает? Киса Алиса полезла по шторе Алиса, ты куда? Что ты творишь? Вот это вот, конечно, минус многих кошек И нам, наверное, придется от этого как-то отучаться Иначе ты подерешь все шторы Но я не знаю, Киса Алис, как тебе теперь слазить? Да, понятно Ребята интересуются, что же там такое Почему полки еще до сих пор пустые? Киса Алиса хочет изучить полочку Что же там такое на этой полочке? Вот такой вот пол с плинтусом и белой стеной На фоне которой можно снимать Надо как-то ее тоже украсить Здесь в уголке у меня стоит вот такой вот шкафчик В котором пока что ничего нет Нужно заполнить эти все полочки А вот здесь стоит елка Ее пока что перенесли Помните, я ее украшала и она стояла где-то там И это как раз один из советов Если у вас есть питомцы, собаки или кошки И вы боитесь, что елку уронят Лучше ее ставить где-то, где она будет недоступна им Либо игрушки на елке вешать низко, чтобы ваш питомец не мог их достать И зацепиться за них и уронить елку Но сегодня мы елочку с ребятами куда-нибудь перенесем Вот Юми уже изучает тут коробку с новогодними украшениями Которые пришлось сложить тоже все И сейчас нам нужно будет все здесь украсить Моих любимых шкафов, которые всегда были в съемках Теперь разъединились и стоят по отдельности А вот эта стена тоже заделана шторами То есть на этом фоне тоже можно снимать В этой комнате, так как это съемная квартира Менять особо ничего нельзя Ремонт какой-то делать Сделали все так, что можно потом это просто убрать И комната вернется к своему привычному состоянию Киса Алиса там изучает шторы Специально показываю, сколько места занимает освещение Вот здесь вот у меня окно И на него тоже повесили очень классные шторы В сочетании с двумя Такие и вот такие А вот здесь у меня раньше стоял старый белый стол компьютерный Поставили мне сюда антикварный отреставрированный столик Это мой любимый красный стул Ну и здесь пока тоже ничего не организовано Все пусто, но скоро нужно будет все это сделать То есть вот такая вот сейчас получилась съемочная комната И нам с ребятами нужно снова здесь все украсить Как было к Новому году Киса Алиса уже забралась на полку Попросили на кису Алису надеть банданку И теперь она, как и все собачки Как настоящий член собачьей семьи Ходит в бандане Это еще немного растерянные Они первый раз здесь, поэтому они все либо изучают Ходят, бродят, либо нюхают Либо не понимают, что им тут надо делать Кстати, сегодня, ребята, на моем личном канале Анимэджик Тоже вышло видео Мистика в моей жизни, которое реально происходило Ссылочку оставлю внизу в описании И потом сходите и посмотрите его Так вот, по поводу новогоднего украшения дома В котором есть кошки или собачки Они все очень любят вот эту вот мишуру Всякие дождики Но она для них небезопасна Поэтому, ребята, если вы не можете контролировать своих животных Вы не бываете часто дома То лучше повесить вот эту вот всю мишуру Вне их доступа Чтобы они не могли ее съесть и ею играть Я повесила кисе Алисе ее любимую игрушку Так что котенку мы занятия нашли В моем случае... Софиша, как всегда, она обожает залазить на полки В моем случае, так как в этой комнате питомцы без меня не бывают Я могу позволить себе поставить елку в таком месте низко То есть вы вот видели реакцию кисы Алисы на елку Как она ее грызла, как она пыталась на нее вскарабкаться И я могу этот процесс проконтролировать А если вы не можете, то есть вас дома, например, не бывает То елку лучше поставить туда, где ее никто не достанет Опять же, если елка настоящая, нужно внизу ее чем-нибудь обернуть достаточно высоко Чтобы собака или кошка не могла ее грызть Потому что там же смола, и это тоже небезопасно В общем, нужно включать фантазию А киса Алиса уже пробралась к елочке В общем, если вы захотите видео про новогодние лайфхаки Я расскажу вам много таких классных штук А сейчас давайте посмотрим... Кстати, помните, у меня здесь до этого была вот эта вот светодиодная синяя лента Я сейчас пока не знаю, куда ее закрепить Может быть, я как раз пущу ее по краю стен Вот киса Алиса уже купается здесь в этих новогодней мишуре И вот в таких вот новогодних шариках Они ей очень нравятся и очень ее привлекают Поэтому, кстати, еще один лайфхак, который вам может пригодиться Это пластиковые новогодние игрушки, которые не разбиваются Потому что если собака или кошка уронит какой-нибудь шарик И он будет не пластиковый, он может разбиться, да? Киска Алиска уже забралась в коробку Она, как и все кошки, очень любит коробки Софиша с Эйвеном там все изучает А она нашла, тут играла до этого яблочком вот таким вот Ух ты, какой прыжок! После прошлого Нового года у меня остались вот такие вот подсвечники Я, кстати, заметила очень большую любовь собак к свечкам И с этим тоже нужно быть аккуратнее Потому что они могут захотеть их погрызть Как, возможно, и кошки Еще как вариант защитить свечки от животных И животных от свечек Это закрыть эти свечки в какие-нибудь вот такие вот закрывающиеся подсвечники Мне вот такой вот подписчики подарили новогодний подсвечничек очень красивый То есть все подобные вот эти вот шуршащие украшения, которые могут сильно заинтересовать животных Всякие вот такие вот мишура Да, Софиш, светяшки, фонарики Нужно как-то от них все-таки прятать В случае, если вы не сможете проконтролировать процесс Вот Юмичу уже там что-то нагрызывает Нельзя это грызть, нельзя Юмичу Да, мой палец можно грызть, да? Смотри, Софиш, это новогодняя коробочка Которую я сделала с мишурой И вот такими вот шариками Да, Юмич, интересно Куда мы ее поставим? Может быть, вот сюда? Вниз? Если вы не видели на канале Magic Pets вот эту штучку Это вот такие фонарики на батарейках Которые можно, кстати, защитить от животных тем, что засунуть их в какую-нибудь вазу При этом такой декор будет очень прикольно смотреться на полке и будет защищен Что ты делаешь, Софиш? Новогодние рамки Это тоже очень прикольная тема на Новый год И они, в принципе, безопасны для животных Они ничего с этим не сделают Вот здесь изображены Эйвен и Миша из инстаграма нашего фоточка Вот она, эта красивая парочка семейная Еще я купила вот такие вот бантики Они продаются наборами Вот сюда я завязала его, например, на вот этот стеклянный подсвечничек В принципе, безопасен для животных Если уже они его сопрут, то с этой тряпочкой они вряд ли что-то сделают Разве что чуть-чуть погрызут Но лучше этого избежать, да, ребят? Чего, господи, чего, господи Очень прикольное украшение как для новогодней елки Так и просто что-нибудь украсить Это вот такие вот прикольные бусики Да, Алиска? И самое хорошее в том, что они тоже не бьющиеся И не убиваемые То есть вряд ли кошка или собака их погрызут Что-то с ними сделают И вообще, если кто-нибудь их уронит Собаки не любят резких звуков Они не очень любят эти звуки Поэтому если они эти бусы уронят хотя бы раз Вряд ли они ими потом еще заинтересуются Я проложила все-таки светодиодную ленту по периметру комнаты И мы вернули комнатке Немножко новогодний вид Кое-что, конечно, здесь еще будет меняться Кое-что я буду доделать А вы подписывайтесь на канал На наш инстаграм, соцсети Другие мои каналы Ссылочки все в описании к этому видео И скоро увидимся в новых роликах Пока! Дай кистью, Алисю Пока, она сказала Субтитры сделал DimaTorzok